Уважаемые представители средств массовой информации, за прошедшую неделю авиация ВВС России продолжала нанесение удара по объектам террористической инфраструктуры группировок ИГИЛ и Джибгат Ан-Нусра на территории Сирийской Арабской Республики. Одновременно вооруженные силы Сирийской Арабской Республики продолжали вести наступательные действия, освобождая все новые и новые населенные пункты. Всего с начала применения совершено 934 боевых вылета, в ходе которых уничтожено 819 объектов террористов. Только за прошедшую неделю уничтожено 363 объекта, в том числе 71 командный пункт и узел связи, 10 заводов и мастерских по производству взрывчатка, 30 различных складов ГСМ, боеприпасов и имущества, 252 опорных пункта, укрепленных района и полевых лагеря террористов. В результате ударов российской авиации основные силы террористических группировок, состоящие из наиболее подготовленных боевиков, утратили свою боеспособность. Нарушена система управления и снабжения бандформирования. Террористы испытывают острую нужду в боеприпасах, оружия и топливе. В ходе боев сирийских войск в южных пригородах Алеппо получил тяжелое ранение лидер действованного шутам бандформирования Аль-Валид, так называемый шейх Ахмат, а сама бандгруппа была полностью разгромлена. Одной из основных проблем боевиков остается массовое дезертирство с позицией не только в тыловые районы, но и за пределы Сирии, в том числе на территорию Турции и Ордании. Полевые командиры группировки Джибгат Ан-Нусра экстренно пытаются перебросить на передовую дополнительные силы, поскольку формирование ИГИЛ оставляет занимаемые позиции и отходят в восточном направлении. Из-за больших потерь руководству ИГИЛ приходится перебрасывать в Сирию новые силы из Ирака. Полевые командиры на подконтрольной территории вынуждены ставить под ружье поголовно всех. В ходе объявленной ими мобилизации призываются подростки в возрасте от 12 лет. Однако из-за страха эти новобранцы бросают оружие и массово оставляют свои позиции. Нам известно, что отдельные главари банформирования в провинциях Алеппо, пытаясь остановить бегство новобранцев, создают из наиболее преданных боевиков заградительные отряды. А отдельные полевые командиры начинают выходить на подразделения сирийских войск с предложениями о частных перемириях и ведении переговоров. Сирийские вооруженные силы, используя результаты ударов российской авиации, сосредоточили основные усилия наведения в наступательных операциях в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб, Хомс и Дамаск. Боевые действия идут в основном вокруг населенных пунктов, где российская авиация не применяется, а тяжелое артиллерийское вооружение сирийские войска применяют исключительно по вскрытым огневым точкам. Так, в провинции Алеппо штурмовые отряды правительственных войск активными наступательными действиями 21 октября выбили банформирование ИГИЛ занимаемых рубежей и овладели городом Дждайдер. В настоящее время они развивают наступление в направлении авиабазы Квайрес. По нашим расчетам, авиабаза будет деблокирована в течение ближайших дней. То подразделение обороняющих эту авиабазу осталось пройти порядка 7-8 километров. Юго-западнее Алеппо сирийские войска, преодолевая упорное сопротивление террористов, освободили населенные пункты Сабикия, Хантуман, Караси, Хан-эль-Ассаль и Шукайдилу и в настоящее время вышли на поступки к городу Балас, где осуществляют подготовку к его штурму. Продолжаются бои на северо-западе Алеппо, где правительственные войска освобождают улицу за улицей, стремление замкнуть кольцо вокруг боевиков в центре города. Необходимо отметить, что ускорению темпов наступления зачастую препятствует то, что боевики для защиты от огня прикрываются живым щитом из местного населения, как это было при освобождении населенного пункта Хантуман. В провинции Латакия в горных районах штурмовые отряды правительственных войск и народного ополчения ведут разведно-поисковые действия на своих направлениях с целью выявления слабых мест в обороне противника и в подавлении его огневых точек. Блокированы населенные пункты Сальма и Сервония, идет подготовка к их зачистке. В центральной части Сирии правительственные войска захватили и удерживают южную окраину Тер-Маала, блокировали боевиков в Дер-Эль-Кибире и продолжают выявление уничтожения огневых точек противника. Кроме того, подразделения правительственных войск выбили боевиков из крупного железнодорожного узла Махата, освободили с Нейсель и вышли к окраинам Сем-Али. В районе Дамаска подразделения сирийской армии проводят операцию по уничтожению противника в районах Джаубар и Восточная Гута. Несмотря на упорное сопротивление боевиков, кольцо окружения продолжает неумолимо сжиматься, освобождается квартал за кварталом. Наиболее наглядным результатом этой операции является то, что впервые за достаточно продолжительное время прекратился обстрел столицы Сирии. Нашими беспилотными средствами был скрыт новый маршрут поставки оружия, боеприпасов и материальных средств группировкой МОГИЛ из Ирака. Ключевым объектом этой логистической цепочки являлся мост через реку Ефрат в районе Дер-Эзо. Сегодня российскими летчиками по этому объекту был нанесен точечный удар, в результате которого мост стал непригоден для дальнейшего использования террористами в своих целях. Хочу подчеркнуть, что удар нанесен именно в том районе, который, по утверждению наших американских партнеров, находится под полным контролем формирования ИГИЛ. Мало того, воспользовавшись результатом этого удара, сирийские подразделения, больше года находящиеся в окружении в районе Дер-Эзора, перешли в наступление и отбили один из запорных пунктов у боевиков. В заключение хотел бы сказать, что, как и в любой войне, больше всего от нее страдают дети. В захваченных районах террористы не только разрушают памятники культуры и исторического наследия, но и полностью уничтожили государственную систему здравоохранения. Сейчас сирийская армия освобождает города и поселки, в которых на протяжении многих месяцев, а в некоторых и лет, медицинская помощь оказывалась только боевикам. Очевидно, что Сирия одна не может в одночасье помочь всем нуждающимся своему народу. В этой связи министрам обороны принято решение показания квалифицированной медицинской помощи детям, пострадавших от рук террористов в медицинских учреждениях Минобороны России. После оформления всех юридических формальностей первая группа детей из Сирии прибудет на лечение в России. Я надеюсь, в ближайшем будущем мы с вами вместе посмотрим, как идет их лечение. Мы, как и обещали, ежедневно и еженедельно доводим до вас исчерпывающую информацию о действиях российской авиации в Сирии для предотвращения любых инсинуаций и безосновательных обвинений в нарушении международного гуманитарного права. Спасибо за внимание.